Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. С чего начать знакомство с сайтом Школы Программирования Валерия Бовсуновского? Значит, начать нужно с раздела «Путеводитель». У нас сложная задача. Мы изучаем три языка, но это будет, как обычно, в моем формате, то есть подаваться очень просто. Python, Kotlin, GC с целью писать смешанные мобильные отдельно веб-приложения либо программы другие серверной частью и интеллектом. По сути дела, что меня подвигло сделать этот раздел. Если так посмотреть, то, по сути дела, в кабинете вроде бы все понятно. Подготовка с нуля, становление, разработка. Но, тем не менее, уроки уроками есть много вещей, которые нужно понимать. И, с другой стороны, смотрите, вот я всегда говорил и видел это на практике. Чем лучше человек понимает, что ему надо изучить и зачем, главное, зачем, тем быстрее он изучит. И от этого зависит и время, и эффективность, и понимание. Поэтому, в первую очередь, задача этого раздела, путеводитель, первая задача, это, конечно же, сделать так, чтобы человек, не теряя времени, шел по шагам. Второе. В этом разделе будут также объяснения, для чего мы это делаем, на что обратить особое внимание, что важно затереть до дыр. Потому что, вы знаете, с 17-го года, хотя я не ставил цели, чтобы там ребята устраивались на работу, но вот приятно все-таки, это уже 20-й год. Игорь, да, с Украины парень. Здравствуйте, Валерий Иванович, за этот год многому научился у вас в школе, это еще была старая школа, накопив знания, попал интерном в местную фирму, которая занимается веб. Сделал там проект на Django, REST, подтянул гид. Ну, вот, теперь, Игорь, ставь себе задачу вместе со школой DC, освоить ноды, освоить Экспресс и Метеор, добавить в свои проекты Django побольше DC, и все, цены тебе не будет. Это уж точно. Мне запомнились разные ребята. Первый парень когда-то был, это был, наверное, год 14-й, который написал, что он, я не помню фамилию уже, но он нашел себя в программировании табло. Запомнился парень Александр Галанин с Москвы, который разносил, продавал продукцию по салонам, магазинам, потом ему понадобилось два года, и он писал, устроился в банк, то есть сменил полностью профессии. Мне запомнился Михаил Беляковский, который закончил дорогие курсы в Минске, пришел в школу, начал писать код, и в 32 или 33 года сменил профессию. В принципе, вот это все подвигло меня просто переделать школу. Переделать школу по принципу разработки. То есть, ради этого раздела разработки я и делал школу, то есть, чтобы все остальное обучение работало на разработку. Иными словами, воспитать программиста. Воспитывать программиста будете вы сами в себе, потому что мое дело показать вектор, показать путь, показать, что делать. Поэтому, чтобы не удлинять видео, значит, начинать работу со школы нужно с раздела, с раздела путеводитель. И уже отталкиваясь от этого раздела, принимать решение, какие уроки делать, какие уроки не делать. И таким образом эффективность возрастет во много-много раз. Все, спасибо.